А тема такая – здоровье почек. Вы знаете, оказывается, что каждый второй четверг марта – это день, всемирный день борьбы за здоровье почек. Почему я взяла на себя смелость выбрать эту тему? Я хочу вам сказать о том, что, к сожалению, проблем с этими органами очень много. Проблемы, как правило, до какого-то периода протекают скрытно, а когда проблемы становятся явными, уже становится трудно их разрешить. К сожалению, ситуация такая. И я хочу вам сказать, что на самом деле достаточно актуально предупреждать проблемы с почками, в том числе с почками. И общее сохранение здоровья – это в том числе и защита вот этого парного, но очень нежного органа. Итак, я хочу из этого слайда взять только одну цитату. Для нормальной работы почкам нужно примерно в 20 раз больше кислорода, чем другим органам. В 20 раз больше кислорода. То есть, соответственно, выше активность, выше напряжение, с которым почки работают, и, соответственно, выше потребность в веществах, которые обеспечивают жизнеспособность и адекватную работоспособность всех клеток. Итак, почки. Я не буду зачитывать все слайды, я просто возьму ситуацию о том, что… Возьму только некоторые важные цитаты с каждого слайда. Я хочу вам сказать о том, что около 2 миллионов людей в настоящее время получают заместительную почечную терапию. И 90% из них находятся в индустриально развитых странах. Это не потому, что в индустриально развитых странах болеют больше. Это потому, что возможность предоставить адекватную вот эту самую заместительную почечную терапию, то есть или пересадить почку, или предоставить аппарат по очищению крови, так называемую искусственную почку, могут именно вот в этих развитых странах. А все остальные сталкиваются лицом к лицу с проблемой о том, что трудно найти средства на то, чтобы это сделать. И я хочу вам сказать, что вот есть очень печальная цитата. «Катастрофическая нехватка диализных мест, то есть мест по очищению крови, и диализных центров. В стране, подразумевается Россия, имеются большие различия в доступе больных к диализной помощи. Жители депрессивных регионов имеют больше шансов умереть, чем получить жизненно необходимую помощь». О чем речь? Речь о том, что нужно заниматься профилактикой, это в наших силах и нам посредством. И нужно это делать. Ну, о том, что почек две, и они находятся в непосредственной близости от жизненно важных сосудов, это понятно. О функциях почек вы, если захотите, вернетесь сюда, почитаете. Еще раз повторяю важность почек, каждую минуту почки прокачивают литр крови. В сутки это 1700 литров. То есть это сумасшедшая, запредельная нагрузка. И это очень важно, понимать, насколько это важный орган. Наличие значительно функционального резерва почек является причиной того, что в большей части случаев правильный диагноз ставится поздно. То есть Господь Бог создал нас таким образом, что есть функциональный резерв в каждом органе, а в почках он очень велик. И поэтому даже если почка страдает, она страдает молча, и диагноз ставится, как правило, поздно, когда выражена хроническая недостаточность почек. Это очень печальный факт. Я хочу обратить ваше внимание на то, что очень важно заниматься профилактикой. И буду к этому возвращаться каждый раз. Итак, что предлагают экономические и индустриально развитые страны? Они предлагают раннее генетическое сканирование, потому что есть люди, которые могут заболеть в терминальной стадии почечной недостаточности. Это связано с генами. Оказывается, 40 миллионов американцев имеют хронические заболевания, 500 тысяч из них, так же, как 5 тысяч израильчан, имеют терминальную стадию почечной недостаточности. И ученые из Хайфского техниона, из университета, нашли связь с генами. То есть, есть определенные сочетания генов, которые показывают высокий риск развития почечной недостаточности. Поэтому я хочу вам сказать, что мы еще несколько удалены от этой суперточной диагностики по генам. Поэтому предлагаю профилактику всем, невзирая на генотип. Итак, что пишут ученые? Ну, я забегая наперед, назову автора в этой цитате. Я нашла такую интересную статью. Значит, два кандидата меднаук написали статью относительно витаминной насыщенности больных с аденомой пристательной железы. Но на самом деле это касается всех людей, которые страдают заболеваниями мочеполовой сферы. О чем пишут уважаемые ученые? О том, что у практикующих врачей, особенно хирургов, существует определенный стереотип, которые считают, что если витаминов мало, значит, должна быть цинга, если это авитаминоз С. Должны кровоточить десны и упадать в зубы. А до этого уже явного проявления авитаминоза, значит, проблемы как бы нет. То есть о том, что серьезно относятся к дефициту витаминов, только при развитии классического, то есть очень грубого проявления дефицита витаминов. В наши дни такие проявления бывают очень редко. Умеренную витаминную недостаточность обычно не диагностируют. Но проблема в том, что витамины группы В незаменимы для организма, особенно для почек, которые очень напряженно работают. И дефицит витаминов и напряженное нарушение тканевого дыхания, я еще раз напоминаю, почки потребляют очень много кислорода, в порядке больше, чем остальные органы. И вот этот дефицит витаминов и нарушение тканевого дыхания накладывает определенный отпечаток на течение любого заболевания и эффективность его лечения. И поэтому очень важно вовремя обратиться к витаминной профилактике и принимать витамины, принимать биологически активные добавки не в сопряжении с лечением каких-то заболеваний, а для их профилактики. Почему нужна профилактика практически всем? Вот интересный факт. У людей, живущих вдоль больших автотрасс, в 15 раз чаще диагностируются заболевания почек. И причина этому – свинец, который содержится в охлопных газах, и другие токсичные компоненты. Как вам нравится эта цифра? В 15 раз чаще люди болеют заболеваниями почек. Почка как фильтр требует уважения и уважительного к ней отношения. Что касается особой роли локла, мы с вами прекрасно знаем, что локла – это чудесная добавка, которая помогает выводить яды и токсины. Так вот, связав яды и токсины в кишечнике, мы их не допускаем в свои почки. И это важно. Количество и качество питьевой воды крайне важно для здоровья почек. Не уверены в качестве воды? Добавьте кораллового кальция. Коралловый кальций поможет обезвредить вот те яды, токсины. Хлор, как не последний яд и токсин, играющий крайне важную роль в отравлении нашей воды, которую мы пьем. И хлорофилл – очень важная добавка, которая помогает очищать жидкие среды организма. Это очень важно. Вот эти две добавки – это не просто кальций для красоты ногтей, а хлорофилл для красивой кожи. С этой точки зрения тоже можно эти добавки применять, и никто вам не мешает. Но примите к сведению, пожалуйста, что эти добавки очень важны для оздоровления почек. Качество белка. Хочу сразу сказать, что модные белковые диеты для сгонки веса, которые действительно помогают быстро завести метаболизм. Так вот, диета, когда мы перегружаем себя мясом, рыбой или яйцами – это отравление организма белком, которое выводится в том числе через почки. Этого нельзя делать. А вот в адекватных дозах качественный, натуральный белок, содержащий незаменимые аминокислоты, это обязательно нужно, поскольку белок и незаменимые аминокислоты играют роль детоксикантов. Они питают и восстанавливают клеток. Они играют важную роль в формировании защитных функций иммунной системы, в гормональном балансе. И все эти важные для обеспечения жизни клеток и их функции напрямую зависят от снабжения организма белком. Еще раз подчеркиваю, снабжение в разумных пропорциях с гуманной целью, с целью оздоровления. Еще раз напоминаю, что однобокие белковые диеты – это крайне опасно. И Наоми Кэмпбелл, которая всем советовала сварить опять яиц, желтки немедленно выбросите, опять белков съешьте. Так неделю. Вот она, как черная пантера, бросается и дерется с полицейским. То есть неадекватное поведение. Азотистые основания отравляют мозг. И почки, между прочим, тоже. Поэтому натуральные добавки, адекватные порции полезного белка. Антиоксиданты. Еще раз хочу вам напомнить о том, что почки потребляют очень много кислорода и очень активно работают. Поэтому антиоксиданты жизненно важны для защиты почек. Они помогают защищать все активно работающие клетки тела от повреждения свободными радикалами и токсинами, в том числе экотоксинами. Гриппайн, антиоксидант, защитная формула, зомброза, ТНТ. Выбирайте любой из антиоксидантов, чередуйте их и поддерживайте антиоксидантную защиту своего организма на должном уровне. Дары моря. Омега-3 и келп. Омега-3 помогает стабилизировать вемраны клеток, нормализовать профиль жиров и нейтрализовывать действия вредных жиров. Вот тех самых тишков, о которых мы с вами уже говорим и возвращаемся к этой теме достаточно постоянно. Келп помогает удалять из организма радионуклиды, токсины и тяжелые металлы и нормализует обменные процессы, а также нормализует жировой профиль, убирая вредный холестерин. Соки зеленых растений. Хлоросил, красный клевер, репейник. Они, безусловно, помогают организму защищаться от ядовитых веществ, уменьшают токсическую нагрузку на почки и печень. Каждая такая добавка, безусловно, очень важна. Что касается косметики и бытовой химии, натуральные, безопасные и экологически чистые косметика, экологичные, не вредящие экологии косметика, средства по уходу за домом – это крайне значимый фактор в сохранении здоровья каждой отдельной семьи и всех жителей планеты. Если такой фактор, как просто проживание возле дороги, уже приводит к катастрофическому возрастанию уровня заболеваемости почек, то что такое бытовая химия, что такое мыло, крем, который мы наносим на кожу, контактируем и дышим – это все идет прямым путем в печень и почки. Подумайте о том, что, пользуясь адекватным, экологичным моющим средством, вы не нагружаете почки и печень и свои, и своих родных и близких. Еще раз о чистой воде. Чистая вода, полноценное насыщение организма минералами и микроэлементами, защиту от радионуклидов и токсинов. Реальный шанс на долгожительство – это коралловый кальций. Я еще раз отдельно выделяю коралловый кальций как жизненно важную добавку для нашего здоровья. Кордицепс. Вы знаете, довольно забавно читать, когда некоторые фирмы, которые предлагают кордицепс, пишут о том, что он помогает при пересадке органов, в частности почек, чтобы не оторгался трансплантант, господа. Кордицепс надо пить до того, как возникла потребность пересаживать почки. До того. Задолго до того. Тогда этот очень древний и современный продукт для здоровья будет правильно в нужном времени и в нужном месте принят вашим организмом. Что еще хочу сказать. Особая роль натуральных добавок, содержащих натуральные противомикробные вещества, будь то уралакс, чеснок, содержащие перец, хлорофилл и зеленые соки. Почему их нужно принимать наряду с полезной микрофлорой? А потому что ученые пишут о том, что в мире зафиксирован резкий рост лекарственно устойчивых бактерий, поражающих мочевыводящие пути. В мире распространяется устойчиво к антибиотикам бактерий, поражающие мочевыводящие пути. И это причина до серьезного беспокойства, заявляют канадские эпидемиологи университета Калгари. Эксперты призывают очень тщательно следить ученых и врачей практики. Во-первых, не назначать антибиотики, почем зря. А во-вторых, проверять, какую микрофлору вы пытаетесь побороть. И если вот такие антибиотики под названием карбопенемы нужно применять как первое средство, ввиду того, что вы, не дай бог, боретесь с внутрибольничными инфекциями устойчивыми к антибиотикам, то это, извините меня, тихий ужас, потому что это очень мощные антибиотики, современнейшие, после которых уже ничего нет. Уже выбирать будет нечего, если вы с этого начнете. Но многих людей выбора уже практически и нет. О чем речь? Речь о том, что профилактический прием противомикробных добавок, насаждение полезной микрофлоры – это воздействие на вашу иммунную систему, на сопротивляемость организма. И это важно делать до того, как возник вопрос, какой антибиотик применять. До того. Почему профилактика заболеваний почек крайне актуальна и важна? Я хочу обратить ваше внимание на такой факт. В Москве в половину сократилось количество операций по пересадке почек. Не потому, что количество больных уменьшилось, а потому, что возникла не совсем адекватная реакция общества. Наверняка вы знаете про те нашумевшие скандалы с изъятием почек от трупа. Но важен факт о том, что число добровольных доноров катастрофически снизилось. Число людей, которые требуют этого почечного трансплантата, выросло тоже катастрофически. Я хочу, чтобы вы запомнили на ближайшее время эту цифру – 830 человек. В листе ожидания на пересадку внутренних органов стоят 830 человек. Это по Москве 2003 год информация, по России. То есть о чем речь? Речь о том, что потребность людей, которые попали в терминальную стадию почечной недостаточности, в пересадке, очень высока. Она катастрофична. И ввиду ситуации с экологией и захимичиванием нашей окружающей среды, и продуктов питания, и воды, и всего, что вокруг нас есть, ситуация вряд ли улучшится, если люди не начнут принимать биологически активные добавки осознанно, видя цель, ради которой они это делают. Кстати, вот относительно Туркмении, вернее, простите, Таджикистана, значит, таджикские хирурги впервые выполнили первую пересадку почки. Первую. Впервые. Что касается ситуации в мире, я хочу вам сказать о том, что, ну, если будет интересно, почитайте этот слайд относительно закона о трансплантации. В общем-то, ситуация достаточно трагична. Но в мире, в мире пересадки органов ткани делаются в количестве 40 тысяч каждый год. 40 тысяч каждый год. И увеличивается это число каждый год. Что касается ситуации с Украиной. За 30 лет сделано полторы тысячи пересадок почек. Хочу еще раз подчеркнуть. А в России очередь составляет 830 человек. Это Украина сделает за 15 лет. Что будет с этим больным за 15 лет, я, ну, я боюсь комментировать это, но сопоставьте. 30 лет – 1500 пересадок. За один год в России потребность 830. В общем, эти цифры говорят сами за себя. Хотя история, история, например, на Украине очень богата именно трансплантологией. И вот святитель Лука, знаменитый воин Айсенецкий, когда он был в ссылке, в сибирской ссылке, еще в 924 году он сделал пересадку почки от козы человеку, который умирал от почечной недостаточности. Потом это было сделано в Харькове. Наш соотечественник Вороной повторил эту операцию и сделал ее в других вариациях. Но это история. Это история, но получается, что нынешняя ситуация трансплантологии такая, что мы растеряли этот опыт. Растеряли, к сожалению. Но о чем речь? О том, что, например, в Институте трансплантации Томаса Старлза, Питтсбург, США, ежегодно выполняется 500-600 подобных операций. Это только один институт. Только в одном штате. На Украине, к сожалению, ситуация печальная. В России тоже. И я хочу вам сказать о том, что надеяться, кроме как на себя, мы практически не можем ни на кого. И печальная статистика. Количество больных с заболеванием почек ежегодно перерастает на 10%. Хроническая почечная недостаточность увеличивается с 10 до 13%. То есть статистика достаточно печальная. И трансплантация почки у нас проводится одному из 10 нуждающихся в пересадке. То есть только 10% людей получает адекватную помощь. Что касается камней, мочекаменной болезни. То есть это, в принципе, тоже одна из причин появления недостаточности почечной. Но рассмотрим эту причину. Вот как вам нравится эта увеличенная фотография кристалл камня в почках. Между прочим, ожирение удваивает риск нарастания камней в почках, как показывают ученые. Почему это важно? Метаболические эндокринные нарушения и диетические факторы неправильного питания, включая склонность к потреблению соленой пищи. То есть о чем речь? О том, что даже когда мы занимаемся коррекцией рациона с целью похудения, улучшение внешнего вида и фигуры, мы тоже приносим пользу почкам, уменьшая риск камнепада. То есть такие добавки, как уралакс, такие добавки, как протеаза, помогают оздоравливать и кишечник, и мочевыводящие пути. Уралакс – это добавка, которая помогает санировать, то есть выводить патогенную микрофлору, уменьшать воспалительный процесс, обладает легким мочегонным эффектом. То есть уралакс – это класснейшая современная добавка для поддержки почек. Наряду с теми, о которых мы с вами уже говорили, уралакс – это очень хорошая добавка для современных людей, которым стоило бы хотя бы 5 дней каждого месяца вспоминать про эту добавку и пить ее. Относительно протеазы, вы знаете, что актуальная современная системная энзимотерапия, то есть применение энзимов, это важно и для здоровья почек, и для нормализации процессов пищеварения, и для оздоровления сосудов, и в целом для омоложения организма. Это очень важные добавки. Пожалуйста, примите их на вооружение и целевым образом их принимайте для оздоровления почек. Здоровые почки любят, чтобы человек выпивал достаточно большое количество чистой воды. Если нет проблем с переносимостью жидкости, то нужно не менее 2 литров в сутки, как минимум 1,5. И речь идет о том, что почки не любят никакие не белковые удары, когда мы занимаемся такими диетами. Почки не любят, когда такое пересыхание возникает, то есть дефицит воды. Не любят грязную воду. И нужно употреблять чистую воду или предварительно ее очищать. Почки очень любят продукты, растения, которые оказывают легкое мочегонное и дезинфицирующие мочевые пути действия. Я повторю еще раз, это все есть в нашей компании. Я посетила сайт, с которого взяла вот эту фотографию. Я цитирую этот сайт. И мне понравилось там такое высказывание. Если вы не научитесь профессионально питаться, вас научат профессионально лечиться. И, кстати, совершенно без гарантии. Лечиться, оперироваться, медицина гарантии не дает. И дать не может. Медицина, наука не точная. Это не теорема Пифагора, которую можно доказать, и все будет на 100% четко. То есть я о чем хочу вам сказать? Если вы занялись профилактикой, то вы обязательно получите спасибо от своего организма. Вы сможете сопоставить, что было бы, и что происходит с теми, кто не защищает себя, не занимается коррекцией рациона, и что происходит с теми, кто это делает. Но эта разница видна в перспективе. Когда вы достигаете 70-80, 100-летнего рубежа в возрасте, тогда вы сможете это оценить. А пока, пока, я призываю вас поверить тем фактам и цифрам, которые я нашла. Можете, найдите еще сами. Есть выпьющие факты о том, что у больных нет денег на гемодиализ, на искусственную почку. А в бюджете деньги тоже заканчиваются. Эта информация с Украины очень печальная и тревожная. Поэтому я не привожу ее сейчас здесь, но вы можете ее найти. И я хочу обратить ваше особенное внимание на то, что профилактика всегда дает благодатные плоды, дает результаты. И очень важно, каким путем мы ведем себя в свое собственное будущее. Путь к болезням – это накатанная, привычная дорожка. Достаточно плыть по течению и ничего не менять ни в своих привычках, ни в своем рационе, ни в своих целях. Но есть другой путь. Есть путь к здоровью. И много не нужно. Нужно всего лишь узнать о возможностях, которые предоставляет продукт компании. Узнать о том, что они качественные, натуральные, добротные. И о том, что компания NSP предлагает вам самое лучшее. Искренне предлагает вам самые лучшие продукты для поддержки и защиты здоровья. Выбирайте свой путь к здоровью. А если вы покажете этот путь другим, то ваша команда и ваш корабль намного увеличатся. Я желаю вам, искренне желаю вам достижения поставленных вами целей. И прошу вас в эти цели вписать сохранение здоровья, его восстановление и здоровое долголетие. Его… Это достойная цель. Впишите его в свои цели. Вот те ценности, которые заслуживают то, что быть вписанными в цели на день, на неделю, на месяц, на год и на ближайшие 100 лет. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего вам самого-самого лучшего.